Добрый вечер, в эфире Вести Крачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. По данным на 1 мая в Крачаево-Черкесии лабораторно подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, всего в республике 398 подтвержденных случаев заражения COVID-19. 119 пациентов находятся на стационарном лечении, а те, инфицированные, у которых болезнь протекает в легкой форме, находятся дома в изоляции. Они получают лечение в соответствии с рекомендациями Минздрава России. 16 жителей республики уже выздоровели. За последние сутки, да, получился рост большой, это плюс 46. Мы связываем это с тем, что, несмотря на неоднократные предупреждения о соблюдении всех ограничительных мер самоизоляции, население не совсем ответственно относится как к собственному здоровью, как и здоровью своих окружающих и близких. Мы отмечаем во многих семьях тот факт, что человек, заразившийся вне, не соблюдавший самоизоляцию, является основной причиной заражения всех членов семьи, включая беременных, детей и людей старшего возраста. Мы сами понимаем с вами, что все люди старшего возраста, нездоровые люди, у каждого из них имеется то или иное соматическое заболевание, а иногда их и несколько. Сочетание хронической и шемической болезни сердца и сахарного диабета – это все группы, которые относятся к высокой степени риска. И они первые инфицируются, поскольку у них иммунитет ослаблен. Поэтому необходимо соблюдать режим самоизоляции, масочный режим, не посещать людные места. Кому действительно нужна благотворительная помощь в период пандемии? Этот вопрос сейчас очень актуален. Жалобы, что есть нечего, поступают от тех, кто сам мог бы накормить бедного. Поэтому волонтеры разработали специальную анкету из 40 вопросов. Это помогает выявить настоящих нуждающихся. Тему продолжит Руслан Каркмазов. В годы войны и сталинских репрессий действительно был голод. Безач был рамец. Но народ не ходил побираться. Даже смертельный голод не заставлял терять гордость. Доченька, купишь мне? Новый. Совсем новый. Долг не даю. Я не в долг. Серебряный? Да. Больше одной банки не дам. Спастись от голода на один день? Или навсегда потерять себя? Возьмите. С ума сошла? Дочка, стой. А? Возьми. Ничего не надо. Сейчас нет войны, нет блокады. Но в социальных сетях бесконечны жалобы на голод. В благотворительных организациях работают по двум фронтам. Первый фронт – это малоимущим разводят продуктовые наборы. Второй фронт – и он все ширится. Волонтеры выявляют мошенников, которые говорят, что им есть нечего. В фонд «Территория милосердия» волонтеры приезжают по адресу, видят некоторых желающих получить продуктовые наборы, разворачиваются и уезжают по другим адресам. Сейчас в Карачаево-Черкесии участились случаи, когда за благотворительность обращаются благополучные наши земляки. Когда наши волонтеры едут с продуктами, встречают в роскошных домах, с водителями, со своими, с несколькими машинами в золотых цепях, тоже встречают, бывали у нас такие случаи. Волонтеры говорят, что многих поразил не физический голод, а духовный. Поэтому благотворительные фонды они воспринимают как возможность что-то урвать. И это похоже на мародерство. Мы постоянно разъясняем, что это не какая-то халява, грубо говоря, что это люди, которые пожертвовали милостями для тех, кто действительно в этом нуждается. Для того, чтобы выявить настоящих нуждающихся, волонтеры разработали анкету из 40 вопросов. Условия жизни, социальные пособия и расходы. Все надо учесть, чтобы помощь была адресной. А по некоторым адресам выясняется, что просители помощи тратят деньги на все, что угодно, но на еду ничего не остается. Есть действительно малообеспеченные семьи, но если им выделять какую-то помощь материальную, в материальном плане, особенно деньгами... Они купят айфон. Они купят айфон, они купят большой телевизор, который даже себе не могут позволить средние бизнесмены. Они не покупают себе это, считая, что это лишняя трата денег. То есть бюджет они не могут составлять никак семейный. Поэтому мы вообще отказались от какой-либо материальной помощи в виде денег. В фонде территории милосердия отмечают, что действительно нуждающиеся очень стеснительные. Поэтому они даже ни у кого ничего не просят. Но так нельзя. Качество нашего общества заключается в том, чтобы рядом не было голодных людей. Поэтому если вы в чем-то нуждаетесь, или знаете таких земляков, то позвоните по телефону горячей линии 928-658-5818 и вам помогут. Руслан Куркмазов, Магомед Кумыков, Рашид Токов. Вести. Карачаево-Черкесия. 3 мая день возрождения карачаевского народа. 63 года назад карачаевцы после 14-летней ссылки вернулись на свою историческую родину. С праздником жителей республики поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он отметил, что несмотря ни на какие испытания народ выжил, сегодня продолжает трудиться и занимает достойное место в соцсетии народов России. Пожелал процветания и благополучия каждой семье. В этом году из-за ситуации в стране в связи с режимом самоизоляции собрания общественности праздничных массовых мероприятий в городах и районах не будет. В преддверии дня возрождения администрация Карачаевска запустила акцию «Мы вернулись». Она будет проходить онлайн. Для участия следует сделать фото с родственниками, пережившим годы депортации. Также можно рассказать о человеке, которого уже нет в живых. Разместить данный материал нужно на своей странице в Инстаграм и обязательно поставить хэштег «Мы вернулись 1957» и «3 мая 2020». Целью акции является напоминание о трудностях, которые выпали на долю карачаевского народа. Подробнее об акции рассказал начальник отдела культуры администрации города Карачаевска Шамиль Хубеев. 27 апреля я призываю всех поддержать эту акцию. В этом году, к сожалению, празднование дня возрождения карачаевского народа совпало с той ситуацией, с коронавирусом, то, что сейчас происходит у нас в мире. Тем не менее, праздник остается праздником. И вот в сети интернет, онлайн мероприятия будут идти и проходить. Я призываю всех поддержать нашу акцию. И 3 мая в сети интернет будет идти вот этот славный полк. Это мы вернулись, всех тех, кто уехали, всех тех, кто остались там, и все те, кто вернулись. И их потомки – это наша память о них, которую мы никогда не забудем. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В сети ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью – 7-9 градусов со знаком «плюс». Днем столбик термометра поднимется до отметки «плюс 23». В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через доставку. Продолжаем выпуск. В Крачеве-Черкесии проводится капитальный ремонт автомобильных дорог. Он ведется на шести объектах. Так вот, о значимости дорог в стране, о важности их содержания и о проводимом капитальном ремонте на одном из участков расскажет Альбина Ламкова. В каждой стране транспортная система играет одну из важных ролей в развитии экономики и социальной жизни. Отмечается ежегодное увеличение потока машин. А для того, чтобы они достигали конечной цели, требуются хорошие дороги. Для этого на одном из участков к подъезду к Черкесску проводится капитальный ремонт. Эта трасса является связующим звеном между нашей республикой и Ставропольским краем, а также городами с КФО. Участок дороги проходит по территориям Адыихабльского, Абазинского и Ногайского районов республики. По населенным пунктам, по которым мы проходим, это Адельхалк, Эркенхалк, Эркеншахар, мимо Адыихабля проезжаем. Эти участки, которые обустроены искусственным электросвещением, тоже будут переустроены с двух сторон, так, чтобы обеспечить необходимые высокие транспортно-кактивные качества дороги. На ремонтируемом участке автомобильной дороги производятся работы по замене основания, разборке дорожной одежды и устройству новой. Ну а самый главный момент – это расширение проезжей части. Теперь дорога будет состоять из четырех полос движения. Для проведения указанных работ федеральные дорожники вынуждены частично перекрывать участок. Это происходит поочередно – от одной проезжей части к другой. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на участке капитального ремонта предусматривается нанесение временной оранжевой дорожной разметки с установкой соответствующих знаков, ограничивающих скоростной режим. Хотелось бы обратиться к автомобилистам, что соблюдайте правила дорожного движения, соблюдайте скоростной режим, так как в дороге ремонтные работы производятся в дневное время суток, в ночное время суток. Мы оставляем объект с люминесценцией совсем, то есть обращайте внимание на все знаки, которые установлены, и тогда у нас не будет никаких происшествий. На участке капитального ремонта автомобильной дороги подъезда к Черкесску протяженностью 14 километров задействовано порядка 30 единиц техники, включая тяжелую. Работает около 50 человек. Капитальный ремонт дороги рассчитан на два года. В связи с этим Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» призывает автомобилистов быть особенно внимательными на местах дорожных работ и соблюдать скоростной режим. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня праздник весны и труда. 1 мая в день солидарности трудящихся к трудовому классу Карачаева-Черкесии обращается лидер профсоюзов республики Раиса Айбазова. Конечно же, неизменным остается главный лозунг профсоюзов – единство, солидарность, справедливость. И я думаю, мы все преодолеем все трудности. И хочу поздравить с 1 мая всех членов профсоюза, всех жителей республики. Пожелать, конечно же, здоровья. Достойно перенести, преодолеть коронавирусную ситуацию. Вернуться всем на свои рабочие места и ценить то, что мы имеем. И, конечно же, всем быть добрее, терпеливее и сильнее. С праздником! Присоединяюсь к поздравлениям всем мира и добра. Приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова